К нашему эфиру уже присоединяется Руслан Осипенко, дипломат, эксперт, международник. Руслан, мы вас приветствуем. Приветствую. Руслан, хотелось бы с вами начать разговор именно вот с вот этого визита Эммануэля Макрона и Урсула фон Дерляйн в Китай. Какими вы видите основные цели этого визита? Чтобы на самом деле поменять отношение Китая к России, что все-таки звучит уж слишком оптимистично, чтобы предупредить Китай о том, что все-таки не стоит рассматривать вариант поставок в Российскую Федерацию вооружения, или для того, чтобы объяснить, почему Китаю стоит вести переговоры или хотя бы встречи организовать также с Владимиром Зеленским? Ну, это прежде всего будет обмен позициями и обмен мнениями. То есть из первых уст Китай услышит позицию ключевых игроков на европейском театре, а европейцы услышат все-таки из первых уст, как трактуется вот эти 12 инициатив Китая, когда он включился в политико-дипломатические маневры и хотел бы стать миротворцем или укрепить свой имидж миротворцем. На самом деле Китай почему сейчас не разговаривает с Украиной? Он сейчас четко понял позицию России. Из первых уст Си Цзиньпинь получил позицию Кремля, вернулся. Эта позиция обсуждается, я уверен, или обсуждалась в ЦК. Сформируется также линия, какую линию нужно вести, какая линия будет больше всего соответствовать интересам Китая. После этого Китай уточнит, как я сказал, позицию Европы. И только после этого, я думаю, будет звонок в Украину. Звонок будет, потому что Китаю надо перед странами глобального юга соблюдать, так сказать, лицо и продемонстрировать, что Китай равноудален от центров, то есть от Москвы и от Киева, которые ведут войну. Знаете, когда думаешь о политике Китая, то у них древняя культура, древняя цивилизация. Я перечитывал стратагемы, 36 китайских стратагем. Фундаментальные принципы поведения и в бизнесе, и в политике. Прекрасная есть девятая стратагема. Наблюдать за огнем с противоположного берега. Это пусть в стане врага назревает разлад, растет неотступно смута. Нужно держаться от этого вдалеке, ждать, когда наступит крах, и лишь потом получить все выгоды. Руководствуется Си Цзиньпинь своей национальной тактикой, стратагем в отношениях с Москвой? Конечно. Весь режим построен и стоит на двух ногах. Это марксизм, с одной стороны, и китайская философия, плюс китайская философия. Поэтому, конечно, стратагемы и Су Цзи, и Лао Цзи, это все используется. Там настольные книги у руководящего состава лежат. Поэтому четко Китай уже рассматривает Россию как свой переговорный актив. Он понял, что Россия полностью зависима от Китая, и Китай будет использовать это в переговорах и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки. То есть, не прилагая усилий, Китай фактически сформировал такую геополитическую конфигурацию, при которой Россия попадает в полную зависимость от Китая и является его уже переговорным активом. Встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Путиным в Москве и подписание документов, подтверждающих двустороннее партнерство в условиях войны России против Украины, посылают тревожный сигнал о том, что Китай готов поддерживать Россию. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по сигнованиям Палаты представителей США. Он подчеркнул, что хотя и нет доказательств оказания Пекином летальной помощи Москве, визит Си Цзиньпина и его встреча с российским лидером по сути стали демонстрацией поддержки Путина, что само по себе является очень тревожным. Ну вот эти слова из Вашингтона лишний раз напоминают нам о том, что все-таки главный противник Китая и главный противник Соединенных Штатов, они друг с другом состязаются. Как Вы думаете, это состязание может когда-нибудь на нашей жизни перейти в открытое столкновение? Я думаю, что да, потому что наша война — это фактически большая предтеча противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. Мы видим с двух сторон, если кратко проанализировать, как развиваются события, мы видим, что стороны готовятся к войне. Соединенные Штаты создали в Палате представителей Комитет по стратегической конкуренции с Китаем. Фактически реализуется стратегия Эшли Теллиса от 2014 года для сдерживания Китая. Ну, она хотя называется «баланс без сдерживания» стратегические отношения США с Китаем. И суть — это создание пояса вокруг Китая стран, которые сильные будут по потенциалу экономическим и тем самым будут уравнивать баланс, но дружественные к Соединенными Штатам, и будут уравнивать баланс Китая. Сейчас мы видим, эти первые шаги уже делаются с Соединенными Штатами. Компания Foxconn переносит свои производства технологические из Китая в Индию, в Вьетнам, то есть фактически по поясу вокруг Китая. Также подписана сделка о непродаже Китаю станков между Японией, Нидерландами и Соединенными Штатами по изготовлению чипов современных, которые являются основой для современной экономики и большинства отраслей высокотехнологичных, прибыльных. Поэтому со стороны Китая мы видим также, что Китай с 2015 года модернизирует свою армию. Были несколько заявлений о том, что до 1927 года они готовы возвращать Тайвань, включая военным путем. Поэтому мы входим в такой коридор турбулентности, где события будут быстро развиваться, и конфронтация эта будет расти. Но, как я сказал, сейчас Китай приобретает новые активы. Например, Ближний Восток, где помирили Иран с Саудовской Аравией. Фактически теперь Россия как актив переговорный. У Китая появляются большие инструментарии для переговоров с Соединенными Штатами. Они состоятся в ближайшее время. Ну, не в ближайшее время, они точно состоятся. После того, как Китай разберется с украинско-российской войной, с позицией Европы, с позицией России, то есть соберет эти позиции, выработает свою линию поведения, потом будут переговоры уже на более высоком глобальном уровне с Соединенными Штатами. И он будет использовать вот эти активы для переговоров. И вот еще, что я хотела с вами обсудить. Путин и Си Цзиньпинь превращают войну против Украины в глобальное противостояние, так считает сотрудница аналитического центра Карнеги Юропа Джуди Демпси. И она подчеркивает, что российское вторжение в соседнюю страну раздирает мировой порядок, и председатель КНР настроен влиять на него даже больше, чем глава Кремля. Очень интересное мнение. У нас даже есть цитата. Давайте ее послушаем и обсудим далее. Эта война также бросает вызов единству Запада. До сих пор он держится. Лидеры медленно начинают понимать, почему так важна встреча Си и Путина. Поскольку результатом этой войны станет то, кто будет устанавливать политические и экономические правила на следующее десятилетие. Джуди Демпси, сотрудница аналитического центра Карнеги Европ. Так вот, как мы успели услышать, Джуди Демпси на Китай возлагает даже больше ответственности, нежели ранее предполагалось, по поводу того, в каких отношениях Китай с Россией, будет ли он поддерживать, гласно-негласно, будут ли встречи с украинским лидером. А все-таки тут есть мнение о том, что Китай даже имеет большее влияние, нежели мы предполагали до этого. Так и есть на самом деле. Запад очень боялся связки Китая-России, потому что это фактически Китай получает сырьевую, тыловую базу с сухопутными поставками. Сейчас Китай вообще сформировал два пути поставок на случай войны. Очевидно, он к ней готовится. Это из России он будет получать продовольствие и энергетические ресурсы из Ближнего Востока, так как он фактически Соединенные Штаты вытолкнул из Ближнего Востока, заключил вот эту сделку Иран-Саудовская Аравия. Плюс было объявлено, что Китай гарантирует коллективную систему безопасности на Ближнем Востоке. Естественно, Китай также продвигает свою систему альтернативную международных отношений, альтернативную, которую построил Запад по результатам Второй мировой войны. Это и система отношений в сфере безопасности, экономики, торговли. То есть, фактически, тем самым Китай бросает вызов действующей системе, в которой доминируют Соединенные Штаты. Как раз и Россия, и Китай, они сошлись на том, чтобы противостоять гегемонии Соединенных Штатов. И это их объединяет. Вы помните, что Россия говорила о многополярности и фактически приложила руку к созданию БРИКС, которое должно было подорвать, так сказать, гегемонию G7, и других организаций, в которых фактически основную роль играли Соединенные Штаты. А Китай сказал о создании мультицивилизационной, универсальной цивилизации, где не будет доминировать ни одна нация. Ну, то есть, это скрыто по-китайски говорит о том, что они тоже выступают против гегемонии одной нации. И как раз во время визита китайского лидера в Москву политическая декларация, там два заявления было подписано. Вот в политическом заявлении было как раз изложено все видение Китая, какую систему они собираются продвигать в мире, как главный партнер в этом дуэте. И Россия под этим подписалась, под этим заявлением. Там никаких российских инициатив нет. Там все инициативы вписаны китайские. Если кто хочет, может познакомиться с этим заявлением. Там четко все прописано. Поэтому да, вот эта связка Россия-Китай, она очень пугает Запад и бросает фактически вызов действующей системе международных отношений. Как вы думаете, Руслан, вот какую цену готова Россия, российское руководство платить за эту дружбу, а какую не будет готова? За эту неделю, как раз, собственно, эта неделя прошла в обсуждении визита Си Цзиньпина в Москву. Все уже обсудили образ Вассала и Сюзерена. Но за красивым образом все-таки должно что-то быть. Вот как вы думаете, на что не готов пойти Путин в плате за эту дружбу? Путин своими руками сформировал монопольную зависимость от Китая, разорвал отношения с демократическим Западом, где он считался равным партнером, а теперь стал второстепенным партнером в точно таком же персоналистском режиме, как он сам создавал. Поэтому его уже никто ничего спрашивать не будет. Он фактически отрезан от международных отношений, полностью зависим от Китая. Поэтому фактически единственное, на что он не готов пойти, это подписать какие-то договора о возвращении территории. Но Китаю это не нужно, Россия полностью зависима. Если бы Россию, например, она потерпела поражение, и Запад ее пытался переформатировать в демократическую, фактически отрывая тыловую базу от Китая, то Китай бы забрал там части Дальнего Востока, Забайкалья. А так Китай полностью получил всю Россию и со своими потерянными территориями в 19 веке, и остальную Россию. Она полностью зависима от Китая. Поэтому Китай не будет давить на Россию, чтобы она подписывала какие-то договора о возвращении земель. Он и так без этих договоров будет по факту управлять этими землями. Теперь и внутренняя, и внешняя политика России будет зависеть от того, что скажут в Пекине. И Пекин это будет использовать как инструмент в переговорах по созданию, например, коллективной безопасности на евразийском континенте, по сдерживанию ядерных вот этих амбиций Москвы, которая там все время угрожает ядерным оружием. Все теперь будут решать в Пекине. Москва теперь не субъектна. А если обратиться к истории вопроса, все-таки вот вы упомянули там о территориальных претензиях в разные периоды истории, Россия и Китай или Советский Союз и Китай даже находились на грани прямого вооруженного столкновения и даже, в общем, переходили эту грань, просто не доходили до войны. А как вы думаете, вот нынешнее сближение, оно может в какой-то обозримой перспективе обернуться охлаждением? Или вот прагматизм китайский теперь уже там на много десятилетий делает эти страны связанными друг с другом? Дело в том, что философия Китая говорит о том, что они никогда не пойдут на прямое столкновение. Они создают такие условия геополитические, в которых вы фактически становитесь монопольно-зависимым. И более того, вы будете для того, чтобы подтвердить, так сказать, возможность продолжения политической системы своей якобы условно-независимой, чтобы она существовала, вы будете вынуждены платить дань в том или ином виде Китаю. Это философия Тяньши Поднебесной, когда в центре стабильность и по, так сказать, орбите Китая это варвары и нестабильность. И Китай фактически распространяет свою стабильность, давая возможность торговать с варварами, давая возможность приобщиться к культуре Китая. То есть вот такая философия мягкая, то есть никаких завоеваний прямых мы не увидим. Но фактически к чему привел Путин? Он фактически Россию отбросил к 13 веку, вот когда она была улусом, Московия была улусом Золотой Орды, платила дань и самостоятельно распоряжалась у себя там в московских лесах, распоряжалась какую систему ей строить, рассчитываясь просто данью и признавая вассалитет от центра. Вот теперь фактически даже не в 17 век отбросил, когда Петр там последний раз заплатил дань крымскому ханству и сказал, что мы теперь Россия, а не Московия и самостоятельная держава и будем самостоятельно выстраивать, так сказать, международные отношения. Рубил окно в Европу, развивал отношения с Европой. Вот Путин даже откинул не в 17 век России, а он ее откинул в 13 век, когда Московия была, как я сказал, западным улусом Золотой Орды. Теперь будут ярлык направления получать в Пекине московские руководители, вот и все. В Китае призвали европейские страны сыграть роль, скажем так, в поддержке мирных переговоров относительно войны России против Украины. Пекин хочет, чтобы Европа поддержала его так называемый мирный план, об этом заявил глава комиссии по иностранным делам КНР Ван И. Перед созданием Bloomberg с таким предложением министра иностранных дел Китая обратился к дипломатическому советнику президента Франции Эммуэлю Бону. Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после государственного визита КНР Си Цзиньпиня в Российскую Федерацию, во время которого российский президент Владимир Путин приветствовал предложения Китая, изложенные в мирном плане. Так все-таки хотелось бы о вопросе Си Цзиньпиня Владимиру Зеленскому, почему этот звонок не состоялся, был отложен или что должно предшествовать этому звонку? Китай сейчас пытается оторвать, разорвать Евроатлантический союз. Для этого и появился альтернативный вот этот не план, а 12 шагов, вот эта инициатива, позиционный материал, как альтернатива 10 шагам, которые Украина разработала вместе с Западом. Для чего появился этот альтернативный план? Для того, чтобы у Китая появился политико-дипломатический маневр, масштаб этого маневра. А маневр этот направлен на то, чтобы разорвать единый Запад, союз, который стоит сейчас за плечами Украины. Почему? Потому что это дает возможность выиграть Украине, это приведет к падению России, переформатированию ее в демократическую страну. И фактически тогда вот этот сплоченный Запад возьмется за Китай. Такого развития сценария Китай не может допустить, поэтому сейчас он будет маневрировать вокруг Европы, предлагая Европе создать, ну разные предложения будут там и по торговле, и в области системы безопасности, создать коллективную, например, систему безопасности в Евразии, гарантируя то, что Китай будет сдерживать агрессивную Россию, вот, и это пространство будет, пространство мира, процветания там в таком плане. Но главная задача Китая оторвать Европу от Соединенных Штатов Америки для того, чтобы Запад не был един, потому что это угрожает безопасности Китая. Так все-таки Китаю сейчас более целесообразно, скажем так, и более выгодно продолжать, собственно, поддерживать нынешние отношения, в том числе и с Европейским Союзом, как действительно крупнейшим экономическим партнером, либо все-таки выстраивать какую-то свою сторону, в том числе и с Российской Федерацией. Получится ли балансировать какое-то время и, знаете, находиться что-то где-то между, или и не там, и не Китай именно так и будет делать. У Китая два сценария, кооперационный и конфронтационный. Вообще философия и стратегия Китая использовать силу противника, силу систем противника. Посмотрите, Китай вошел во все международные организации, в том числе СОД после 79-го года. До 79-го года он же был изолирован и опирался на теорию свой тяньши, что они большие, они сами внутри могут развиваться. Но потом они поняли, что нужна открытость, нужны реформы, нужны инновации, то есть использовать международную систему. И Китай отлично использовал эту систему, там 40-50 лет, для того, чтобы прийти к тому экономическому потенциалу и к той роли и месту, которую сейчас играет Китай. Но в кармане у него свой сценарий, как я сказал, развития или концепция международных отношений. И поэтому он по максимуму будет использовать еще эту систему глобализации, пока она там еще работает, хотя она уже дает сбой и превращается из глобальной в региональные такие кластеры, будет распадаться, потому что разделение на лагеря произошло в системе безопасности. Демократический лагерь и лагерь персоналистских стран. Но он еще будет использовать, он будет торговать, он оттуда получает деньги с европейского рынка и с американского рынка, но будет строить свою систему, которая, как мы сказали, отлично от системы, в которой доминируют Соединенные Штаты Америки. Глава МИД Германии Аналина Бербук назвала нынешнюю позицию Китая и визит в Россию лидера Китая печальными. Она также призвала Пекин к более активной позиции ради обеспечения мира в Украине. Об этом Бербук заявила после встречи парламентской группы партии «Зеленых» со лидером, который является министром, она отметила, что Китай, как постоянный член Совбеза ООН, несет особую ответственность за мир в мире и визит Си в Москву мог быть использован Пекином для попыток урегулировать ситуацию. В этой связи вот действительно наводит на слова главы МИД Германии на мысли о Совбезе ООН. Можно ли ожидать какое-то изменение позиции Китая? Ведь он часто блокируется с Россией, таким образом не давая принять каких-то судьбоносных важных решений? Или по линии ООН рассчитывать вообще не на что в плане поддержки Китаем Украины? Ну это взгляд западного политика. Давайте посмотрим с точки зрения Китая теперь. Если Китай получил такой актив, как Россия, и в заявлении двух лидеров это вот по результатам визита было сказано четко, он теперь будет использовать все активы, которые он получил. То есть он получил партнера в Совете Безопасности ООН, который будет точно идти в фарватере китайской политики и голосовать так, как хочет Китай. Он получил ядерную страну и фактически может торговаться или угрожать, или сдерживать агрессию эту ядерную. То есть это все активы для переговоров. И зачем Китаю влиять, присоединяться к западным планам, так сказать, мирным, если у него есть свой план и есть свои активы? Он будет торговаться. Теперь он стал сильнее. Поэтому Китай, например, в своих мирных инициативах и говорит, что надо вынести, например, он выступает против того, что единый Запад без решения Совета Безопасности ООН может накладывать в одностороннем порядке санкции. С точки зрения Китая это неправильно. Это типа мешает международной торговле, мешает подниматься и укреплять потенциал Китая и других стран. Ну, в первую очередь Китая. Поэтому он говорит, давайте будем санкции через Совет Безопасности проводить. А там у Китая уже актив, есть Россия, которая будет голосовать так, как хочет Китай. Поэтому Китай подводит, так сказать, и проводит свою политику, отличную от Запада. Запад оценивает Китай с точки зрения западных политиков и западных норм и стандартов. А китайские нормы и стандарты отличаются во многом от западных.